Сейчас многие украинцы выехали вынуждены из дома в связи с войной и проживают в чужих домах, в чужих квартирах, в чужих комнатах в том числе. На самом деле жители европейских стран милосердно представляют свое местожительство для украинских беженцев. В этом видео я хотел сказать несколько слов о том, каково жить в чужом доме. И как всегда я буду опираться не на свои собственные размышления, а на мудрость древних писаний. В частности, сегодня мы будем цитировать горячо любимого мною Чанакьо Пандита. Он составил одно замечательное произведение под названием Чанакья Нити. И в этом произведении он написал один прекрасный текст, который как раз описывает, как нельзя точнее ситуацию относительно проживания в чужом доме. Тема поднята в связи с тем, что есть люди разные. И я смотрю просто на тот дух, который сейчас царит в сердцах людей, которые вынужденно стали беженцами. И это совершенно разное настроение. Одни люди всячески стараются найти себе работу, как-то взять за себя ответственность и стараться смотреть вперед с точки зрения своей собственной ответственности. В том числе думают о том, где они будут жить, даже если жить придется за границей. А если жить, то означает чем-то надо платить, а если платить, значит надо зарабатывать. Ну, в общем, все это обременяет ответственностью. И вот ответственные люди как раз над этим хорошо задумываются и строят планы с позиции не еждевенческой. Есть другие люди, которые думают, что попав и получив сострадательное послание со стороны европейцев, можно будет таким образом жить достаточно долго. Быт это весьма странная вещь, которая способна уничтожать любые человеческие отношения, прежде всего семейные. Мы знаем, что семья она прекрасна, но когда люди начинают делить между собой быт, то почему-то начинаются проблемы и потом все заканчивается разводом. Ну, не всегда, но тем не менее, часто такое происходит. Итак, я процитирую Чанаке Пандита, это вторая глава, восьмой текст из его книги Ширича Натя Нити. На санскрите, читать вам санскрит или нет? Ну, в общем, сначала почитаю на понятном для вас языке. Восьмой текст второй главы. Быть глупым тяжело. Задумайтесь над этими словами. Быть глупым тяжело. Он употребляет санскритское слово, не выдержу, скажу вам. Кашта. Кашта означает некоторая сложность, обремененность, проблема, ну, в общем, именно сложность. И вот он говорит. Каштам чак халу мурка твам. Если человек мурка, мурка буквально означает глупец. Суффикс принадлежности. Мурка твам. Если человек мурка, если он принадлежит к категории глупца, то ему жить очень тяжело. Каштам чак халу яуванам. Вот это слово юный происходит от санскритского яувана. И это означает молодость. И вот что говорит древний мудрец. Молодым тоже быть тяжело. На самом деле здесь все очень просто. Глупому человеку по жизни очень тяжело. Почему? Да потому что он глупый. Постоянно он попадает в какие-то передряги, сложности. И в целом, в общем, жить ему очень тяжело. То же самое касается и молодых людей. Можете вспомнить свой подростковый возраст и посмотреть на подростков сейчас. Насколько легко им живется. К сожалению, это часто унылые депрессивные лица, которые не вылазят из своих смартфонов, титоков, инстаграмов и так далее. Молодой часто означает глупый. Не всегда, конечно же. Бывают разумные люди даже в молодом возрасте. Но это скорее исключение, чем правило. Обычно людей в подростковом возрасте или в молодом возрасте, тин-эйджеров, интересуют какие-то вещи, которые не интересуют уже людей в 40 лет. Но самое интересное, что говорит мудрец Чанакья дальше. Процитирую санскрит. Здесь он говорит опять это слово кашта. Кашта, кашта, кашта. Он несколько раз в этом тексте употребляет санскритское слово кашта, которое указывает на страдание, на проблематику. И он говорит, из всего сложного, вот каштат, отложительный падеж, из всего самого сложного, проблематичного, кашта-тарам, то есть самое-самое сложное. Чайва пара гейха нивасанам, жить в чужом доме. Задумайтесь над этими словами древнего мудреца. Самое сложное, он говорит, глупым быть тяжело, молодым быть тяжело. Но самое тяжелое, что есть, это жить в чужом доме. Как это переводится, нет ничего хуже, чем жить в чужом доме. Все может очень хорошо начинаться, но поверьте, быт сделает свое. И в особенности, если у человека, который живет в чужом доме, есть вот это потребительское отношение, то даже если его нету, ему будет тяжело в любом случае, потому что так устроен этот мир. Каждому человеку, каждой семье нужен какой-то небольшой кусочек своего очага. И то же самое касается, в особенности, знаете, эту поговорку, на одной кухне не может быть две хозяйки. Это не просто так говорится, поймите. Это просто так вселенная устроена. И вот мудрые люди, такие как Чанаке Пандит, из древности, это больше, чем 200 тысяч лет тому назад, он писал эти слова. И проблематика не меняется. Это то же самое сейчас во время войны России с Украиной. Эта тема остается актуальной. Поэтому вы уж подумайте, я просто вам записал это видео, процитировал мудрые слова мудрых людей, мудрых них. Подумайте над этим и сделайте соответствующие выводы. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Может быть у кого-то из вас есть опыт проживания в чужом доме. Я думаю, что есть обязательно. Но буду очень благодарен, если вы поделитесь своим позитивным или негативным опытом в том числе. Чтобы помочь просто-напросто другим каким-то образом все-таки строить правильные планы, находясь в этом вынужденном положении беженца. Счастливо!